Компьютер это инструмент для работы с информацией, которая хранится в виде файлов. Unix-подобные операционные системы придерживаются идеи «всё есть файл», поэтому в качестве файлов также выступают устройства, процессы, директории, сокеты, пайпы, но об этом пока рано говорить. Современная операционная система состоит из десятков и сотен тысяч файлов, которые нужно правильно организовать и предоставить пользователям и программам удобный доступ к ним. Для этого используется файловая система, но это довольно широкий термин, для понимания которого нужно несколько точек зрения. С точки зрения пользователей и прикладных программ, файловая система – это место для записи чтения файлов. Пользователи видят иерархичную структуру организации файлов. Внутри директории хранятся файлы и другие директории, которые также могут хранить файлы и директории. На Windows-системах директории обычно называют папками, но папка – это термин, относящийся к графической оболочке операционной системы, а директория – к файловой системе. У папки обычно можно поменять иконку, цвет или добавить описание, чего не сделаешь с директорией. И хотя на Linux-ах тоже может стоять графический интерфейс, но при общении люди обычно подразумевают не цвет и не иконку какой-то папки, а содержимое и атрибуты файловой системы, поэтому закрепилось выражение «директория». Структура организации файлов на Windows-системах и Unix-подобных системах несколько отличается. На Windows у вас есть некая файловая система, которой вы назначаете букву «С». Внутри этой директории у вас есть несколько директорий, где-то хранятся файлы пользователей, где-то программы, где-то файлы операционной системы. Когда вы подключаете флешку или любое другое устройство со своей файловой системой, ей назначается другая буква, и через неё вы можете увидеть содержимое этой файловой системы. Структуры этих файловых систем независимы и не пересекаются. На Unix-подобных операционных системах используется другой подход, называемый FHS – стандартом иерархии файловой системы. По этому стандарту у многих файлов и директорий есть специальные пути, где они должны храниться. Допустим, если на Windows-системах вы устанавливаете программу, то всё её файлы попадают в директорию C-Program Files – имя программы. А на Unix-подобных системах большинство программ размазывается по системе. Запускаемая часть программ попадает в директорию UserBin, ярлыки программ попадают в UserShareApplications, настройки в ETC и так далее. Кроме удобства, это также помогает за безопасностью при правильных настройках. Это следует из следующего отличия. Корень на Unix-подобных системах один. Корень с точки зрения структуры – это начало файловой системы, внутри которого хранятся первые директории. На Windows у каждой файловой системы свой корень – C, D и тому подобное. А на Unix-подобных системах каждая файловая система прикрепляется, правильнее сказать, монтируется, к какой-то директорию внутри единого корня. Допустим, у вас может быть корневая система на SSD, файлы пользователя хранятся на отдельном диске, при этом доступ к ним в директории Home. Ваши документы, которые вы держите на флешке, могут быть доступны в директории Home User Documents. Три разных устройства, три разные файловые системы, но внутри одного корня. Возвращаясь к теме безопасности, различным файловым системам можно задать различные опции. Допустим, если у вас Home, где обычно хранятся файлы пользователя на отдельной файловой системе, вы можете запретить запуск программ на этой файловой системе. Программы обычно лежат в директории USR.bin, куда у обычного пользователя нет прав для доступа. В итоге, если какой-то пользователь скачает какой-то вирус к себе в домашнюю директорию, он просто не сможет его запустить. Или допустим, мы знаем, что в USR лежат файлы программ. Если отделить USR на другую файловую систему, то после установки всех программ мы можем убрать право записи в эту файловую систему. В итоге вирус не сможет воспользоваться уязвимостью программы и изменить ее запускаемый файл, чтобы добавить в него вредоносный код. А в момент обновления мы просто возвращаем файловой системе право на запись, обновляем программу и опять возвращаем как было. Как вы, возможно, заметили, я упомянул файловую систему еще с двух точек зрения. Когда я говорил о файловых системах на устройствах, и когда говорил про опции на запуск или запись. С точки зрения устройств, файловая система – это способ записи и чтения файлов на устройстве. Недостаточно просто записать файл на диск, нужно еще определить, куда писать файл, как с ним работать и тому подобное. Это зависит от типа файловых систем – NTFS, XFAT, X4, XFS и так далее. Файл условно можно разделить на три части – сами данные внутри файла, жесткая ссылка и информация об этом файле, где хранятся данные файла на устройстве, кто владелец, какие права доступа и тому подобное. Информация о файле называется метаданными, и на Unix подобных системах хранится на файловых системах в структурах данных, называемых инодами. У каждой иноды есть свой уникальный номер, а чтобы операционная система могла найти иноду по имени файла, она использует жесткую ссылку. Подводя итоги, файлы, которые мы обычно видим на компьютере – это жесткие ссылки, в которых содержится номер иноды, а в иноде содержится информация о файле и его местоположении на устройстве. Этих жестких ссылок, которые ссылаются на одну и ту же иноду, может быть несколько. По сути, это способ обращения к одному и тому же файлу по разным именам и с разных директорий, но внутри одной файловой системы, потому что жесткая ссылка – часть файловой системы. Когда вы удаляете последнюю жесткую ссылку на файл, файловая система очищает и нод запись и помечает местоположение данных файла как свободное, хоть там и лежат данные. Когда появится необходимость записать новый файл, файловая система запишет туда новые данные. Но пока это не произошло, есть вероятность восстановить эти данные. С точки зрения операционной системы, файловая система – это драйвер, модуль ядра. Этот драйвер предоставляет интерфейс, через который программы могут взаимодействовать с файлами. И в момент монтирования файловой системы вы можете указать специальные опции монтирования, например, чтобы файловая система была только для чтения. На GNU Linux системах есть возможность установить модули для работы с множеством различных типов файловых систем, включая файловые системы других операционных систем, допустим NTFS. Но на NTFS нет некоторых функций, необходимых для работы Linux, допустим прав, как в Unix подобных системах и тому подобного, вследствие чего невозможно установить Linux на NTFS, хотя и можно использовать такую файловую систему для хранения пользовательских данных. В Windows система же не содержит нужных драйверов для работы с файлами с системами X4 или XFS, на которых обычно устанавливается Linux. Из-за чего, если у вас две операционные системы на компьютере, на Linux видны файлы в Windows, а чтобы увидеть содержимое Linux файловых систем, на Windows нужно установить специальные утилиты. Есть множество различных типов файловых систем, различающихся функционалом и возможностями, но самые используемые на Linux – X4 и XFS. Сейчас я рассказал только о том, что такое файловая система, чтобы мы могли рассмотреть работу с файлами в следующих видео, а к теме работы с файлами с системами мы еще вернемся.